Добрый день, уважаемые друзья и гости. Меня зовут Николай Валентинович Сапёркин. Я доцент кафедры эпидемиологии и медикаментной доказательной медицины нашего медицинского университета. И сегодня мы поговорим о прививках. Вообще надо сказать, что люди во всем мире сталкивались с прививками тысячелетиями. И научный подход к проведению прививок уже насчитывает свыше 200 лет. То есть когда соответствующим образом исследовались вакцины, появлялись новые вакцины. Но тем не менее и сейчас возникает вопрос в нашем 21 веке. Зачем нам прививки? И чтобы ответить на этот вопрос, мы постараемся разобраться с некоторыми моментами. Ну, прежде всего, на самом ли деле прививки нужны? Когда, как можно слышать, говорят, что инфекции мало или нет вообще. А очень много болезней сердца, сосудов, много онкологии. Или, если даже прививки нужны, то может быть только ограничиваться вакцинацией детей. А взрослым-то, может быть, и не нужно. Ну и в чем действительно заключается польза от прививок? И какие имеются на самом деле, с учетом научных знаний современных, риски, которые могут быть связаны с прививками? Для начала я хотел бы напомнить, что смысл прививок заключается в том, что мы целенаправленно вводим в организм человека особые препараты, которые названы вакцинами. Вакцины состоят из ослабленных или убитых микроорганизмов. Или еще чаще мы в состав вакцины вводим искусственно полученные белки, которые похожи на белки того возбудителя, против которого мы хотим сделать прививку. Как работает прививка в будущем? При повторной встрече с данным возбудителем в организме человека произойдет ускоренный защитный ответ. За счет того, что прививка приводит к формированию очень интересного явления, которое было названо иммунологической памятью. Это нас спасет от повторного заражения возбудителем. Такая идея была заложена в прививку. Так вот, безусловно, болезни сердца и сосудов, онкологической патологии, сахарный диабет очень важны. И нужно обращать на это внимание. Но в 21 веке в России инфекции продолжают оставаться актуальными. И нельзя говорить, что все искоренены, все побеждены. Поэтому прививки и сейчас играют очень большую роль, и безусловно, они нужны. Дело в том, что люди быстро забывают, какими были в прошлом тяжелыми эпидемии разных инфекционных болезней. Когда сотни людей заболевали и умирали. Когда тяжелые были случаи заболевания инфекцией. Когда многие люди умирали от того, что заразились тем или иным инфекционным возбудителем. И да, на самом деле, в настоящее время, случаев инфекции, по сравнению с другими типами болезней человека, их может быть и меньше стало. Но для очень большого количества снижения случаев инфекции, оно произошло и в нашей стране, и за рубежом, именно благодаря прививкам прежде всего. Ну и в отличие от человека, возбудителям инфекционных болезней не страшны никакие преграды, в том числе границы государств. Поэтому инфекции могут перемещаться, и появляется реальный риск заражения разными инфекционными заболеваниями. Поэтому сохраняется реальная возможность завоза многих опасных инфекционных заболеваний в Россию и с других государств. И прежде всего это важно, когда, например, в соседнем государстве ослабляют прививочную работу, плохо прививают население, и такие непривитые люди начинают перемещаться и попадать в другие государства. Сейчас, когда ученые обобщили большой опыт прививок, то оказалось, что иммунопрофилактика, то есть вся практика профилактических прививок, она у нас находится в списке 10 величайших достижений здравоохранения 20 века. То есть по итогам 20 века мы четко видим, что вакцинация действительно является самым эффективным медицинским вмешательством из всех тех, что были изобретены людьми. То есть даже превосходит по эффективности антибиотики. Хотя антибиотики, безусловно, важны, и мы ни в коем случае не умаляем пользу от этих препаратов. Посмотрите, миллионы жизней были сохранены благодаря прививкам, сколько детей было спасено от инвалидности, да, и что еще интересно, то что иммунопрофилактика, она даже способствует долголетию человека, да, то есть влияет вообще на продолжительность жизни, на качество жизни. Можно часто слышать, особенно в отношении детей, что детские болезни, против которых мы прививаем детей постоянно, ведь они, наверное, являются чем-то неизбежным в жизни человека. То есть зачем прививать-то, когда переболеет и все, и потом больше никогда болеть не будет. Но здесь путем несложных размышлений можно сделать некоторые важные выводы. Дело в том, что никакая инфекция, она не является чем-то несерьезным, да, чем-то таким вот естественным и так далее. То есть любая инфекция это всегда серьезное заболевание. Никто не гарантирует, что у ребенка, заразившегося инфекционным заболеванием, не будет осложнения. Это одно из свойств инфекции, они очень часто приводят к осложнениям. Иногда даже осложнения тяжелее лечить, чем само заболевание, которое вызвало его. Поэтому возникает закономерный вопрос. А зачем допускать такую ситуацию, зачем болеть, зачем вот эти вот мучения, вот эти страдания для самого ребенка, для его родителей, да? Не лучше ли делать вовремя прививки? Вот. И тогда мы не будем сталкиваться с такой проблемой. Если вот даже хотя бы взять вот такие вот, ну, 4 даже заболевания. Краснуха, кори, эпидемический паротит, гепатит B, все это очень серьезная инфекция. И без прививок дети очень быстро ими заражаются. А с другой стороны, без прививок ребенок получает на самом деле очень большой риск таких тяжелейших осложнений, как пневмония. То есть тяжелое воспаление легких. Нарушение работы нервной системы в виде энцефалитов. Даже инвалидность может наступить на всю жизнь, да? Как последствия инфекции, когда не была сделана прививка. Слепота. Диарея, если мы отказывались прививаться против кишечных инфекций. Инфекция уха, как осложнение основного инфекционного процесса. Что касается краснухи, это синдром рожденной краснухи, да? Когда ребенок вот родится от непривитой мамы от краснухи. Что касается гепатита B, одним из самых грозных осложнений является рак печени. Вы только вдумайтесь, такая тяжелейшая болезнь, тяжелейшая патология, которую можно избежать, если своевременно ребенка привить от гепатита B. Поэтому зачем болеть, когда можно сделать прививки? Ну, известно хорошо, что от самого момента рождения ребенка и по сути всю жизнь человек сталкивается с очень большим количеством возбудителей разных инфекций. И, к сожалению, эти инфекции, мы уже с вами поняли, могут тяжело протекать, могут приводить к инвалидности. А еще более страшно, что они могут приводить к смертельному исходу. И прежде всего, вот сейчас, в 21 веке, вот эти все печальные последствия после инфекции мы видим практически всегда только у непривитых. И детей, кстати говоря, и взрослых тоже. Наш организм имеет иммунную систему, да, это прекрасное свойство, которое у нас есть, да. И иммунная система призвана нас защищать от всего чужеродного, что попадает к нам. Но, к сожалению, не всегда иммунная система справляется с возбудителями опасных инфекционных болезней. Прежде всего, это может быть при дифтерии, то есть попал возбудитель, развивается заболевание. Это и гепатиты А, Б, столбняк, коклюш, полиомиелит, кори, красот, то есть очень большой список, когда, ну, можно сказать, нужно помочь иммунной системе справиться, то есть не допускать до начала инфекционного процесса, то есть когда уже, собственно, заболевание будет. Поэтому, когда есть опасность, что действительно разобьется заболевание, мы организуем защиту от таких опасных и распространенных инфекций с помощью вакцин. Вакцины прежде всего создаются от самых опасных инфекций и распространенных инфекций, когда есть большие шансы встретиться с возбудителем и заразиться. И вот те болезни, против которых мы постоянно прививаем, прежде всего, детей, они, к сожалению, могут опять вернуться к нам, если вдруг мы необоснованно, без всяких причин, прекратим прививать людей. К сожалению, и в нашей стране такие были примеры, и за рубежом тоже, когда без всякого научного обоснования прекращали прививаться людей, прививать людей, люди бездумно отказывались, все, тут же инфекция возвращается. И также можно слышать, что, дескать, сейчас, в 21 веке, уровень жизни высокий, и вот гигиенический уровень тоже высокий, да, во многих странах доступна доброкачественная питьевая вода, вот, да, опять-таки во многих, не во всех, вот, то есть мытье рук очень важно, и мы все об этом знают, безусловно, эти мероприятия важны. Но, несмотря на все вот перечисленное, инфекции многие продолжают распространяться. Поэтому это еще один аргумент в пользу вакцинации, как очень мощного мероприятия, которое не дает распространяться инфекции среди людей. И, если бы люди не были привиты, да, то вот некоторые заболевания, которые сейчас мы считаем, и мы видим, на самом деле, они редкие, это вот полиумелит, корь, они опять бы стали распространяться. Даже многие забыли, что почему сейчас нет полиумелита, это только благодаря прививкам, ничего другого. Вот, вот корь, да, несколько до последнего времени мы видели, на самом деле, нет кори. К сожалению, в некоторых странах Западной Европы, Европы, люди стали по непонятным, ненаучным причинам отказываться от прививок, все, а там корь распространяется, и угроза появления кори в России в том числе возникает. От каких инфекций мы можем, на самом деле, с успехом прививаться? Ну, этот список, он у нас четко расписан в специальном документе, который называется «Национальный календарь профилактических прививок». Это документ, в котором государство гарантирует бесплатные прививки детскому населению против 12 инфекционных заболеваний. Ну, в России мы только против 12 делаем. На самом деле, есть страны, где против большего количества инфекций людей вакцинируют. Потому что вы можете слышать, что вот, это очень опасно, когда против, делают так много прививок, какая-то там нагрузка на организм, но если сравнивать календарь российский, у нас еще мало. Это список, он показывает очень страшные заболевания, которыми, с одной стороны, просто заразиться, с другой стороны, можно тяжело болеть, а еще очень дорого лечиться, а еще очень тяжелое осложнение. К счастью, прививки позволяет всего этого не допустить. Ну и в качестве примера мы остановимся на некоторых из этих 12 заболеваний. Вот, например, корь. Потому что корь, по праву, считается одной из самых заразных болезней, которые известны сегодня. И прежде всего, сейчас распространение кори, и вообще корь, она опасна для тех людей, которые отказались от прививок, либо не дали привить своего ребенка. Практически обязательно такой ребенок заразится корью, если встретится с больным корью. Единственный эффективный способ не допустить этого, это вакцинация, то есть делать прививку. Мы не только в России, но во всех странах начинаем делать прививки от кори маленьким детям. Делается она двукратно. Ну и сегодня мы тоже скажем, что иногда мы рекомендуем такую прививку и для взрослых тоже. Вот. Поэтому для сохранения здоровья ребенку, да и взрослому, мы не можем просто так отказываться от такого эффективного средства профилактики. Еще один пример из календаря прививок касается туберкулеза. Вот. Известно, что мы используем вакцину БЦЖ от туберкулеза. И в связи с особенностями этого заболевания мы вынуждены начинать такие прививки очень-очень рано, в периоде новорожденности. То есть если состояние здоровья новорожденного позволяет, ни в коем случае нельзя отказываться от прививки против этого страшного заболевания. Что известно точно и доказано научно? Ну, во-первых, вакцина БЦЖ защищает на 80-85% от тяжелых, генерализованных, как говорят, форм туберкулеза. То есть когда они не только легкие поражаются, да, но возбудитель дальше идет. И известно, что непривитые от туберкулеза, они достоверно чаще болеют, чем привитые. То есть да, после прививки против туберкулеза заболеть можно, но у тебя как минимум не будет тяжелой генерализованной формы, да, ибо вообще ты не заболеешь. Но, безусловно, есть определенные медицинские противопоказания, которые мы тоже учитываем при проведении такой прививки. Еще один пример из нашего календаря – это пневмококковая инфекция. То есть она является таким заболеванием, которое вызывается бактерией пневмококком. И, несмотря на такое название, пневмококк – эта бактерия может не только вызывать проблемы с легкими, но и, к сожалению, и с нервной системой, и сепсис, то есть когда распространенная инфекция, и поражение лор-органов, отиты и так далее. Эпидемиологи определили, что каждый десятый пациент с тяжелой пневмонией умирает. Практически каждый пятый пациент с пневмонией имеет серьезное осложнение со стороны сердечно-сосудистой системы. Почти 80% только пневмоний, воспалений легких, вызваны именно пневмококком. Поэтому в свое время ученые над этим вопросом задумались, и была разработана эффективная вакцина против пневмококковой инфекции, которая и в России тоже доступна и рекомендована. Схема прививок зависит от возраста. Общая схема для маленьких детей начинается с двухмесячного возраста, двукратная прививка повторяется, и на втором году жизни, в 15 месяцев, мы делаем повторно прививки. Еще один пример вакцинации, которая может быть важна для детей, и, кстати говоря, не только для детей, это вакцина против вируса папилломы человека. Пока еще эта прививка, она у нас не включена в календарь прививок российский, но во многих странах она уже в календаре прививок, то есть дети в плановом порядке получают эту прививку. Прекрасно, что сейчас соответствующие вакцины доступны для россиян, в том числе, и у нас уже есть свой собственный опыт использования прививок, потому что такая вакцина нужна для того, чтобы защитить человека от таких опасных вирусов папилломы, которые вот представлены на этом слайде. Для производства вакцины используются современные технологии, когда не нужно вообще использовать живой вирус. То есть безопасность такой вакцины, она очень высока. Вакцины против вируса папилломы человека защищают от очень широкого спектра новообразований. Причем и злокачественных, посмотрите, это и рак шейки матки, и другие злокачественные, то есть это раковые состояния, но и доброкачественные заболевания, причем не только у мужчин, но и у женщин. Поэтому в настоящий момент такая приибка может быть рекомендована и мальчикам, и девочкам, начиная с 9-летнего возраста, но и взрослым мужчинам и женщинам до 26 лет, и для женщин до 45 лет. Полный курс вакцинации приводит к появлению защиты, то есть антитела практически у всех вакцинируемых. Есть разные вакцины, например, в России рекомендована одна из вакцин, это Гордосил, она есть у нас в стране. Обычно режим применения подразумевает три введения, есть альтернативные схемы, которые известны, и наши врачи тоже с ними работают, как и в других странах. Поэтому те прививки, которые мы рекомендуем детям, они, безусловно, показали свою эффективность. И вот как я показал на примере вируса папиллома человека, мы продолжаем совершенствовать вакцинацию детского населения. Но в самом начале мы задали вопрос, а может быть и хватит, то есть только детей прививать, зачем взрослым прививка нужна? Ну, а причин, по которым мы взрослым тоже рекомендуем прививку, их много. Во-первых, каждый год взрослые продолжают заражаться теми инфекциями, которые, в принципе, можно предотвращать с помощью прививок. Человек бы привился и не заболел. Например, это корь, грипп, клещевой энцефалит, ветряная оспа, коклюши, другие. Дальше. Так называемые детские инфекции, у меня специально я в кавычках это написал, они, к сожалению, у взрослых нередко протекают намного тяжелее. То есть детские на самом деле не такие и детские. В отношении гепатита B можно сказать, что он часто приводит к хроническим формам, на фоне которых и инвалидизация может быть, и риск смерти повышается, и вообще лечение хронических форм гепатита A крайне дорогое. Реабилитация тоже стоит больших денег. Еще одна причина. Взрослый человек, который в свое время не привился и потом заразился, он тут же становится, это закон эпидемиология, источником сбудительной инфекции для маленьких детей, которые есть в его семье. Особенно если дети еще не успели привиться. То есть мы такие ситуации видели и в случае с коклюшем, и с менингококковой инфекцией, и с пневмококковой инфекцией. То есть когда дети заражались этими заболеваниями из-за того, что взрослые были больны. Иммунитет против прививки от дифтерии, который мы получаем, потому что мы, будучи детьми, прививаемся от дифтерии, он у взрослого человека немного ослабевает. И чтобы этого не допустить, мы должны повторить прививку. То есть еще одна причина, по которой взрослым тоже нужны прививки. Ну и еще одна причина заключается в том, что необходимость некоторых прививок у взрослых, она связана с профессиональной деятельностью человека. И сегодня мы об этом скажем. В нашей стране, в зависимости от источников финансирования вакцинопрофилактики, бесплатные прививки доступны взрослым людям, например, против коклюша, дифтерии, столбняка. Каждые 10 лет у нас взрослое население повторяет такие прививки. Список можно дополнить. Прививки против краснухи, кори, эпидемического паротита. То есть это раньше мы считали, что это только детские инфекции. Взрослые тоже начинают ними заражаться, поэтому нужно не допустить этого. Против пневмококковой инфекции и против гриппа. Это очень хорошо, что в нашей стране мы можем в плановом порядке, бесплатно, то есть мы делаем более доступными вакцины против гриппа и для взрослых тоже. Есть дополнительные возможности. Мы можем рекомендовать прививку от ветреной оспы, гепатитов и менингококковой инфекции. Остановимся подробнее на некоторых моментах вакцинации взрослого населения. Ну, начнем с прививок против краснухи и кори. Мы рекомендуем такие вакцинации женщинам до 25 лет, если мы говорим о краснухе, и вообще всем взрослым людям до 35 лет, если мы говорим о вакцинации против кори. А в целом, общее правило, что такие прививки мы проводим взрослым, которые раньше никогда не болели этими инфекциями, никогда не прививались, либо всего лишь когда-то один раз прививались. Однократной вакцинации против кори краснухи недостаточно. И еще такая особенность в отношении кори заключается в том, что в возрасте до 55 лет мы часто рекомендуем привиться определенным профессиональным группам населения. И медицинские работники сюда попадают, и педагоги, и работники торговли, транспорта, коммунальной сферы и так далее. Можно уточнить коммунальную сферу, потому что с людьми общаются? Да, то есть, что объединяет все вот эти профессиональные группы? Очень большие, широкие, частые контакты с другими людьми, которые могут быть не привиты, а с другой стороны, кори очень легко распространяется. В отношении прививок взрослого населения против ветряной оспы, здесь правило такое, что мы прививаем молодых людей, которые подлежат призыву, потому что описаны очень большие вспышки, которые могут быть среди призывников. Ну и также люди, которые раньше не прививались от ветряной оспы, либо как кто-то еще не успел переболеть. То есть, такое тоже может быть. Против гепатита В взрослым мы рекомендуем прививки тем людям, которые ранее не были вакцинированы, но до 55 лет. Например, медицинские работники все прививаются против гепатита В. В отношении пневмококовой инфекции здесь есть как минимум три ситуации, когда мы в России взрослых тоже прививаем, а не только детей. Первая ситуация – это лица, подлежащие призыву на военную службу. Вторая ситуация – это пожилые люди, особенно у которых имеются хронические заболевания легких. И третья ситуация – это люди, которые проживают в организациях социального обслуживания. И вот давайте проверим себя и попытаемся оценить, нужна ли прививка для нас или для наших близких от пневмококовой инфекции. Очень такой простой тест. Несколько вопросов по поводу возраста, курения и наличия сопутствующих болезней в виде проблем с легкими, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний печени, почек и наличия иммунодефицита. Ну вот, если человек отвечает «да» хотя бы на один из этих вопросов, то тогда мы очень рекомендуем обратиться к врачу, чтобы решить вопрос о необходимости привиться против пневмококовой инфекции. А если ответ «да» получен на два вопроса или даже на большее количество вопросов, то мы говорим, что у такого человека существенно повышен риск развития пневмококовой инфекции. То есть нужна прививка даже взрослому человеку. Прививки взрослым людям бывают необходимы еще против одной группы заболеваний – это инфекции общие для человека и животных. То есть когда заразиться человек может, когда имеет какой-то более-менее частый либо постоянный контакт с зараженным животным. Это может быть профессиональная деятельность, это может быть, например, фермерское хозяйство и так далее. Вот здесь представлен список инфекций, против которых мы прививаем определенные контингенты взрослого населения и в определенных регионах. То есть не во всей стране, а в определенных регионах. Например, прививки у нас есть против клещевого энцефалита и тулеремии. В некоторых регионах может возникнуть потребность привиться против чумы, против бруцеллеза и сибирской язвы, бешенства, элептоспироза и так далее. То есть когда есть профессиональный риск заражения для таких инфекций, общих для человека и животных. И еще одна ситуация, когда нужно решать вопрос с вакцинацией взрослого населения. Это так называемая вакцинация для путешественников. Необходимость прививки в этом случае появляется либо когда человек выезжает в другие регионы России, где могут встречаться те или иные инфекции, либо когда человек выезжает за рубеж. Неважно, это туристическая поездка, либо по работе, либо по каким-то другим причинам. Вот, например, при выезде за рубеж рекомендуется сделать прививку в зависимости от того, куда, в какую страну ты выезжаешь, против менингококковой инфекции, дифтерии, желтой лихорадки, лихорадка эбола и некоторых других. Скажем, известно, что для выезжающих в Саудовскую Аравию строго рекомендуется сделать заблаговременно прививку против менингококковой инфекции. Например, для выезжающих в Бразилию это против желтой лихорадки и так далее. Поэтому еще одна ситуация, когда нужно обязательно сделать прививку. Единственное, что нужно вовремя ее сделать, относительно планирования поездки. Ну и вновь о гриппе. Потому что грипп для нашей страны это не экзотическая инфекция. Мы сталкиваемся с ней постоянно. И, к сожалению, многие люди пренебрегают как-то гриппом, не так серьезно относятся к этому заболеванию, как нужно. Потому что эта вирусная инфекция, она особенная. Так как это вирусная инфекция, никаких антибиотиков мы не используем. Пользуясь случаем, я тоже об этом вспомню. Часто человек тяжело болеет гриппом. И причем еще возникают осложнения. Некоторые люди, думая, что у них обычная простуда, переносит грипп на ногах, как мы говорим. Продолжает ходить на работу, например, и заражать окружающих. И самая большая польза от прививок, которые мы рекомендуем против гриппа, заключается в том, что такие вакцины предотвращают прежде всего тяжелые формы болезней и смертельные исходы. Потому что известно, что те люди, которые умирали от осложнений на фоне гриппа, это прежде всего тяжелые пневмонии, тяжелые воспаления легких, это прежде всего практически все были непривитые от гриппа люди. Причем трудоспособного возраста. Поэтому прививку от гриппа делать нужно обязательно. Единственное, что нужно делать каждый год. Это не означает, что вакцина плохая. Это связано с особенностями вируса. Потому что вирус, он очень часто изменяет свои свойства, или, как говорят, мутирует. И та прививка, которую я сделал от гриппа в прошлом году, она продолжает меня защищать, но только от тех штаммов, против которых она была сконструирована. Если вдруг в этом году грипп немного изменился, то требуется обновить прививку. То есть нужно сделать новую вакцину. Никакой дополнительной негативной нагрузки на здоровье это не несет. Просто нужно вовремя привиться. А в поликлиниках, когда производят бесплатную вакцинацию, например, используют новые, уже обновленные вакцины? Во всех странах, в том числе и в России, каждый год мы используем обязательно обновленные вакцины. Потому что нет смысла делать другую. Так как с большой вероятностью, скорее всего, вирус мутировал и изменился. Поэтому мы вынуждены это делать. То, что прививка бесплатная, это только лишь удобство. То есть это ни в коем случае не означает, что она чем-то хуже, чем, например, прививка в каком-то платном учреждении. Ну и совершенно точно должны прививаться дети, пожилые люди, во многих странах беременных прививать, потому что, к счастью, у нас есть вакцины против гриппа, которые вообще не содержат живого вируса и даже неживого не содержат. То есть в состав вакцины входят высоко очищенные белки, на которые реагирует организм человека выработкой антител, появляется защита. То есть беременная женщина, она никаким образом не может заразиться от прививки. Во многих странах поэтому и беременных тоже прививаем. Такая прививка показана людям с хроническими заболеваниями, потому что из-за того, что у них есть эти хронические заболевания, у них восприимчивость, то есть шансы заразиться гриппом, еще выше. Ну и все остальные люди могут по желанию прививаться от гриппа. В нашей стране есть наши, российские вакцины, есть разрешенные к использованию зарубежные вакцины, поэтому сейчас это стало доступно. Следующий важный вопрос заключается в том, что мы должны помнить, что любая психфактическая прививка – это серьезное медицинское мероприятие. Поэтому важен разумный подход к прививкам. Вот мы сейчас обсуждали, какие есть показания для того, чтобы сделать прививку. Это и для детей, и для взрослых. Но есть такие ситуации, когда мы никак не можем и не делаем прививку. Такие ситуации называются медицинскими противопоказаниями. Только лишь медицинские противопоказания не позволяют нам делать либо вообще прививки против этого заболевания, либо, например, мы не можем, мы, вернее, не будем делать живую вакцину, но будем делать аналогичную, но только с убитыми микроорганизмами. Но я подчеркиваю, что это всегда медицинские настоящие противопоказания. Хорошая новость заключается в том, что их мало на самом деле. И значит, людей, которых мы вообще не можем привить, их тоже мало. Остальных можем, остальных нужно привить. Медицинские противопоказания могут оставаться у человека всю жизнь, тогда мы назовем их абсолютными, да. Либо медицинские противопоказания, они могут действовать или могут быть у человека какое-то определенное время. Врачи еще это называют временный отвод. Такие ситуации называются временными медицинскими противопоказаниями. То есть пройдет некоторое время, и потом они исчезнут, и мы должны этого человека обязательно привить. Поэтому такие противопоказания и называются временными. Но есть и другая ситуация. Дело в том, что в силу ряда причин существуют так называемые ложные противопоказания. Они называются ложными, потому что они в своей основе не имеют никакого научного обоснования. То есть не являются вообще противопоказаниями. Наоборот, таких людей нужно прививать, потому что у них восприимчивость больше, шансов заразиться больше. Но, к сожалению, не найдя правдивой информации, человек думает, что ему самому или его ребенку не нужна прививка, либо послушал какую-то соседку, которая неграмотна в этих вопросах, либо почитал, к сожалению, очень много у нас существует таких недобросовестных интернет-сайтов, которые распространяют лженаучные, бредовые идеи по поводу вакцинации, и человек остается непривитой. Какие, например, ложные? Ну, например, в моей семье у кого-то кто-то плохо переносил прививку, вот все, никому не нужно прививаться. Или это же такой маленький ребенок, он очень маленький, давайте мы там подождем, когда ему совершеннолетие наступит, и тогда начнем прививать. Тогда совершеннолетие, он мало того, что может заразиться, он еще тяжело может переболеть инвалидом, уже остаться. Человек уже рожден с иммунной системой, которая находится в рабочем состоянии. И таких ситуаций очень много. К сожалению, некоторые религиозные деятели тоже здесь подливают масло в огонь, что, дескать, ваши прививки не вторгаются в какое-то личное пространство человека, в духовное пространство, то есть и так далее. Поэтому, вот сейчас я вам показываю те ситуации, которые, вот здесь мы их видим, которые на самом деле являются медицинскими противопоказаниями. И прежде всего, если на предыдущую дозу вакцины возникала сильная реакция, либо доказано было, что развилось серьезное поствакцинальное осложнение, то в таких вот случаях мы никогда эту вакцину больше не будем вводить человеку. Вот. Сильная реакция или серьезное доказанное осложнение. Или доказанное. Потому что, ведь не случайно говорят, что после того еще не означает вследствие того. Современные вакцины в крайне редких случаях вызывают действительно поствакцинальное осложнение. Ну и в отношении некоторых вакцин есть свои собственные противопоказания. Например, если ребенок при рождении имел массу тела менее 2 килограмм, то это временный отвод от прививки против туберкулеза. Потом мы этого ребенка привьем. Или, например, есть какие-то определенные тяжелые формы аллергических реакций на какие-то антибиотики, либо на пекарские дрожжи. То здесь возникает ситуация, когда мы те или иные вакцины не будем делать вообще. Будем решать вопрос, как дальше вести этого человека. Врач обязательно выясняет такие ситуации. Их учитывает при решении вопроса о прививках. Ну а вообще, с какими реакциями мы встречаемся у человека, который привился? Первая ситуация, когда вообще ничего не происходит. Внешне у человека ничего не происходит. У некоторых людей в том месте, куда мы ввели вакцину, могут возникать местные реакции. Ну какая-то легкая болезнь, либо может быть покраснела немного. Либо там у кого-то может температура повыситься. Либо там кажется, что появилось какое-то недомогание. Но это все допустимые, ожидаемые реакции на прививку. Они проходят сами. Они краткосрочные, 3 дня максимум, 4 дня самый максимум. И они не требуют никакого лечения. Они всего лишь показывают, что организм отвечает на прививку. Ну и такие местные, либо общие реакции, они появляются у некоторых привитых далеко не у всех. Но тем не менее, врачи предупреждают человека о том, что такое может быть. Не пугайтесь, мы сделали вам прививку, она начинает работать. Но тем не менее, при проведении прививок, как и вообще, когда мы используем другие лекарственные средства, мы, конечно, не можем полностью исключить вероятность каких-то нежелательных явлений, осложнений. И не случайно у нас в России закон предусматривает социальную защиту гражданам, если у них вдруг действительно после прививки развилось поствакцинальное осложнение. К счастью, что такие осложнения крайне редки на самом деле, потому что все это подсчитано. Но все равно мы должны об этом помнить. Тем не менее, почему же мы все-таки не отказываемся от прививок, даже если есть какой-то минимальный риск осложнений? Потому что те риски здоровью, которые появляются после того, как человек перенес инфекцию, они сотни раз превышают те теоретические риски, которые могут быть у человека после сделанной прививки. Поэтому это не повод отказываться и рисковать своим здоровьем. Более того, современные вакцины, они действительно характеризуются очень высокой степенью надежности. Второе. Прививки у нас, по крайней мере в России, проводят только специально обученные медицинские работники. Следующее. Мы четко знаем, что может потенциально быть причиной такого осложнения. А если мы знаем причины, мы можем предупредить такие ситуации. Риски, связанные с прививками, их можно измерить, их можно предотвратить, их можно спрогнозировать, что и отличает риск после вакцинарных осложнений от рисков при некоторых других медицинских вмешательствах. То есть мы можем управлять этой ситуацией. И более того, в России на самом деле существует государственный учет и строгое расследование всех случаев после вакцинарных осложнений, которые возникают. Это нужно для того, чтобы в будущем не допускать таких ситуаций. Так вот, мы с вами начинали разговор, что прививка нужна прежде всего, да, уже начиная с детского возраста, чтобы потом этот ребенок вырос в здорового взрослого, хотя и взрослому тоже прививки нужны. Так вот, если бы ребеночек не был привит, что бы с ним стало? Так вот, посмотрите, ну он вообще мог бы вообще умереть с этой натуральной оспы, да? К счастью, она побеждена во всем мире с помощью прививки. Только прививка могла победить натуральную оспу. Либо без прививки от кори мог бы переболеть корью. Смотрите, риск остаться инвалидом 5% очень высокий. Шансы заболеть дифтерией и умереть. Да, заболеть как Люша. В общем, если бы не было прививки от полиомиелита, на всю жизнь бы остался калекой. Не был бы защищен от туберкулеза, прежде всего от тяжелых, вот таких вот генерализованных форм. И не просто бы свинкой переболел, да? Дело в том, что эта свинка так называемая, она может у детей приводить к глухоте, а у мальчиков приводить к бесплодию, без прививки. После каждой травмы, там порез какой-то, там поранился, мы бы постоянно вводили сыворотку, а значит появился бы ненужный риск тяжелой аллергической реакции в виде анафилактического шока. Да? Гепатит Б бы точно стал бы хроническим, и скорее всего бы закончился с циррозом, раком печени. Все это без прививки, если бы ученые не разработали прививку. Ну и человек, который не привился от краснухи, он бы родил ребенка, у которого была бы большая опасность, что он имеет синдром врожденной краснухи. Это очень большая трагедия в семье, это на всю жизнь, вот, и для ребенка, и для его родителей. Поэтому, я думаю, я вас убедил, что прививки на самом деле нужны и важны, и более того, в нашей стране вакцина-профилактика является частью государственной политики в области обеспечения национальной безопасности граждан России. Мы можем приветствовать те прогрессивные изменения, которые есть в нашем национальном календаре на данный момент, и уже сейчас находятся на рассмотрении и на утверждении проект нового обновленного календаря прививок, который позволит прививать большее количество людей и от большего числа серьезных инфекций. Уже для наших детишек доступны прививки от гемофильной инфекции, гриппа, пневмококковой инфекции, ветряной оспы, ротовирусной инфекции. А это заболевание, как известно, очень распространено среди детей, и детишки очень восприимчивы к нему, особенно без прививки. Ну и мы должны помнить, что некоторые прививки нужно сделать повторно, вовремя, ну а в некоторых ситуациях каждый год. И если мы будем разумно подходить к прививкам и без причины от них не отказываться, то это позволит нам сохранять здоровье наше и наших близких и долголетие. На этом все. О чем я хотел сказать сегодня. Благодарю за внимание.